Деньги мы получаем за угольодруженный в мае. Если мы сейчас отправим этот уголь. Я так понимаю, если вы договоритесь, то должно быть за него предоплата. У меня есть договоренность, что если мы сейчас будем отрубивать уголь, то будет выплата заработной платы. Если бы этой договоренности не было, я бы этого не делал. Если за этот уголь сейчас вы отправите и получите предоплату, не отправляя пока, заходит предоплата. Вы знаете, можно легко. Вам же верят о том, что здесь уголь есть, он стоит на колесах, он стоит у нас в банках, он стоит на доселе. Здесь получается никакого обмана нет. Нет, они могут почти вот и накладное взять и без всякого этого предприятия технического представителя для них уголь есть. Но надо предоплата. Предоплата, прежде всего, надо на выплату заработной платы. Если этого не происходит, Дмитрий Иванович, если это не будет предоплата... Железнодорожные сутки заканчиваются 17.00, если вы знаете, железнодорожные. Идет отфактуровка этих вагонов. Сегодня я одрузил, они же будут стоять на колесах пока. И сегодня я по договоренности жду деньги на заработную плату. Так это не те деньги, это те, которые вы поехали, вам обещают. Сколько сегодня денег придет? Не знаю точно, не хочу называть. А мы начинаем одружать, здесь примерно 15.000 тонн, тут скорее всего больше угля, ну примерно 15.000 тонн угля. Все хотят за 15.000 тонн угля получить сразу деньги и выплатить на заработную плату. Сразу эти 15.000 не одружат, вы же понимаете. А сколько вы одружаете? Сейчас 15.000 вагонов, 19.000. Ну и сколько это, 2.000 тонн? Нет, ну 1.5.000 тонн. Да, 1.5.000 тонн. 1.4.000. Ну а остальное? А остальное я же буду ждать денег. Если пойдут деньги, тогда я начну так продолжать. За это будет денег? За 1.5.000? Или за сколько будет денег? Вопрос важный, почему? Потому что все понимают сейчас, если уголь отгрузить, нам нужна предоплата и получить зарплату. А остальное, то что они там обещали, они еще не выплатили за тот уголь, который был вгружен. Вы не понимаете, это количество угля, это сумма где-то порядка 2.5 миллиона гривен. Ну я-то что, больше на заработную плату? То есть получается им предоплата и... У нас как-то все запутано. Мы получаем сейчас деньги... Да тут все запутано. Ну запутано, давайте отправлять уголь, который под предоплату, пусть они пригонят предоплату, и мы тогда начинаем отправлять уголь. Если в данном случае не будет предоплаты, мы просто там сейчас сядем на рельс, и никто этот уголь не отправит. Будем так, предоплату за уголь. Как вы договорились с ООО по поводу этого угля и всего? С ООО. Вчера си и договорились. Мы сегодня в встречу с директором. Опять? Но он назначен. Но он назначен. То есть это вы с турбенко начинаете? Да, да. Вы считаете, что вы договорились о чем-то с этим? Ну разговаривать надо по-любому. Не, разговаривать... Чера си поручился разговаривать. Вчера робин тоже официально не Бурention snapshot. Дмитрий Иванович, мы вас сейчас убедите на просе. Мы вас сейчас убедите на просе. Прежде чем отправлять уголь, получите предоплату. Если мы не убедимся, что нет предоплаты, мы сейчас пойдем, отсядем на рельсы и вывод никуда не отправится. Значит, я вас прошу, не мешайте работать предприятию. Вот просто-напросто прошу. Потому что у меня точки кипения тоже до поры доверия. Ну понятно. Где вы помешали работе предприятию? Вот сейчас вы меня, начинайте шантажировать. Чем? Мы пойдем, сейчас сядем, не будем отправлять. Это вы на шантажируете? Я чем? Чем я шантажирую? Вы не выплачиваете заработную плату? Вы нам рассказываете, скажите, допустим, мы получаем... Подождите, заработная плата здесь не выплачивалась уже порядка девяти месяцев. Порядка девяти месяцев. Я сейчас пытаюсь, я пытаюсь сейчас столкнуть предприятие с мертвой точки. Для того, чтобы пошло. Пошла отгрузка, пошла выплата заработной платы и потом пошли люди на работу. Скажите, в чем наша отношения? А вы сейчас не говорите, и мы пойдем сейчас сядем на рельсы выплаты. Да, в мае было другое. Я ж тоже на это дело не смогу смотреть бесконечно. Ну, конечно, не смотрите, езжайте тогда туда в центр НР и говорите за плату. Я там был, я был центр НР. Подождите, какой мы сейчас уголь... Мы сейчас получаем деньги, что не можем получать в мае за обруженный уголь. Это мы только за это говорим. Мы не говорим за 132 миллиона, который долг торчит. Мы сейчас говорим за уголь, который был отправлен в мае. И постепенно мы начинаем получать по 2-3 миллиона, допустим. Сейчас мы этот уголь отправляем, он точно так пойдет. В долг пойдет. Какой же долг? 2-3 миллион, как они там решат. Не пойдет, не пойдет. Где гарантия? У вас сделать одну нормальную вещь. Возьмите и позволите. Дайте предоплату за уголь, который у нас сейчас здесь находится. Хотя бы, чтобы выплатить хоть какую-то раз значительную сумму. Разве это неправильно? В чем здесь шантаж, скажите? Подождите, я об этом и договариваюсь. Я вам не буду всего рассказывать. Вы вообще ничего не рассказываете. У меня есть договоренность. И пожалуйста, я вас прошу. Не мешайте мне работать. Дайте мне предприятие сдвинуть с мертвой точки. Вот и все. Чем? Тем, что садитесь на рейк сидит. А мы еще не сидим. Тем, что меня шантажируете. Каждое утро приходим. Да ну не бросайтесь с такими словами. Зачем она мне нужна? У меня сейчас там люди, начальники участков сидят. Есть какие-то производственные вопросы. А я каждый раз... Как это какие? Как это какие? Подождут начальники участков. Ничего страшного. Мы ждем уже... А люди точно так прод은? 9 месяцев. Люди ждут 9 месяцев. А мы так нам начальники участков не говорим? И нам на хуй не надо. Эти начальники участков. Ну тогда извините. А кто.. А кто в жизнь. Подождите како с людьми работает на прямой? Подождите. Кто на прямой с людьми работает? Вы работаете? Так вот работайте с нами, скажите, где деньги тогда. Зачем вы начинаете нам так сейчас рассказывать? Чем. Я сказал что будут деньги? Я сказал что будут деньги. Я сказал что будут деньги. Сколько пойдет эта команда. Сколько ждет это плат einem. Я с удовольствием, я над этим работаю, я это делаю. Дмитрий Васильевич, еще раз говорю, без предоплаты она не пойдет. Раз у нас такое дело, он не пойдет никуда.